Ребята, привет! Подвожу итоги конкурса. Всем, кто поделился видео и написал в комментарии ссылку к тому видео, где был конкурс, вот здесь ссылка. Всем написал, давайте мне свои ответы, давайте мне свои адреса, если еще не ответили, я вышлю кофе либо какао, которое вы выиграли. Поздравляю! Попытка номер два, пройдет в аэропорт. Все прошло успешно, я приеду в зале, жду очереди на вылет. Ночью в аэропорту достаточно холодно, но, собственно, так я не проспал. Поспал, собственно, получается, около четырех часов. Места сходил, и сейчас буду завтракать. Ну, здесь, как бы, не очень богатый выбор, всякие тут булочки. Ну, все равно сейчас поймем, это лучше, чем ничего. Я бронировал себе машину в баджете в аэропорту. По прилету ходил, искал, спрашивал и нашел. Этой контор. Я достаточно на контор известный. И мне пришлось перебронировать другую машину. Но, как казалось, лучшим для меня условием выиграл где-то 100 долларов больше. То есть дешевле получилось. А как это сэкономленный доллар, это заработанный доллар. Но, конечно же, если не брать, если это не вернет качество, если от этого качества не страдает. В общем, просто возьму машину не в аэропорту, а в городе, сейчас на такси еду до места. Я надеюсь, все будет в порядке вон, чтобы без разводилов, без сэки. Но, в принципе, тоже крупная контора, АВИС называется. И сейчас буду брать дальше. Для тех, кто не брал машину в Баренду, это все очень просто делается. Приходите в компанию, вырежьте машину, дайте паспорт, права, вам все делают. В принципе, вот у нас все расчеты тут есть. То, что моей машине относится. Сейчас я нахожусь в АВИС, беру машину себе. И еще могу сказать, что всегда торгуйтесь, они всегда делают скидки. Всегда-всегда-всегда делают скидки. Даже говорят, что если это невозможно, всегда делают скидки. Могут предлагать вам бесплатный апгрейд, либо апгрейд за небольшие деньги. Тоже торгуйтесь, тоже делают скидки. В итоге у меня получилось, что за ту же цену, что я бронировал машину, легковушку, мне сделали апгрейд до джипа. Вот это все сторговался. Сторговался примерно, сейчас скажу, примерно 30% сторговался. В принципе, это все мне заняло минут 30-40, наверное, разных переговоров. Так что торгуйтесь. И еще сразу могу сказать, что дешевле, чем онлайн-тариф вы никогда не найдете. Поэтому берите на сайте тариф и потом по возможности еще торгуйтесь уже на месте. Так что вот такой совет. Вот тачка, привезли. Загружаемся. Загружаемся. это все у нас есть электрический и все сомплей и крым хендея тусан 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 у нас называется fx35 вот мой номер значит мне дали хендай тусан он же ix35 серый цвет комплектация я понятия не имею какая двухлитровый движок единственный минус он на механике пробег значит у нее 50 тысяч километров давно не ездил на механике но сейчас встал в пробку тут в Боготскую и сразу же все вспомнилось быстро на самом деле достаточно простая коробка очень легкая гораздо сложнее было когда мы в Индонезии по острову Ява ездили месяц на механике там мало того что движение это безумное плюс еще руль правый еще и коробка была такая как у Камаза вот это было испытание вот а так в принципе сейчас еду дальше на экскурсии может по пути успею где-нибудь поесть может очень много времени потратил в прокатной конторе пока там все о ней думали смотрели там долго что там карточка не проходила еще что еще что-то кстати эта машина в Боготи и в Колумбии в целом достаточно дорогие машины я имею в виду аренда машин такой вот этот джип на две недели ровно две недели с базовой страховкой и джипсом стоит 60 тысяч рублей по воскресеньям в Боготи проходит день здоровья когда перекрывают центральные улицы вот я сейчас еду получается по встречке и люди ездят на велосипеде гуляют бегают то есть занимаются ведут здоровый образ жизни вот видите вот я все еду 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 по дороге вставят такие знаки встречка превращается в двухполосную дорогу вот и соответственно очень круто но это по воскресеньям еще здесь еще в Колумбии есть такая фишка мне дали расписание когда мне можно ездить когда мне нельзя ездить очень большие проблемы с трафиком в частности в Боготе в Боготе если у тебя четный номер ты ездишь по четным дням если у тебя нечетный номер ну заканчивается на нечетную цифру ты ездишь по нечетным дням вот у меня номер четный но это не работает по выходным поэтому сегодня я пока езжу свободно такая же фишка есть во всех крупных городах это с одной стороны круто но с другой стороны это бред здесь и так тачки дорогие в плане взять в аренду ну для туристов и еще есть время когда я не могу на ней ездить это конечно не весь день но это все часы пик то есть тут примерно с 6 до 9.30 утра и с 3.30 до 7.30 вечера ну то есть помимо всей головной боли которая у меня есть с логистикой и с организацией маршрута мне еще добавляется главная боль с этим рассчитать когда, где мы будем рассчитать время с точностью до часа чтобы не попасть на штраф штраф такой, что у тебя забирают тачку на штрафстоянку и штраф 200 баксов штрафа ну и плюс еще за штрафстоянку потом платишь вот такие вот колумбийские правила хоть раз поем в нормальном ресторане в общем недалеко от богаты ехал по дороге увидел хорошее такое местечко вот такая вот крепость называется ресторан вот здесь лошади везде пасутся прямо возле детской площадки лошадки прикольно здесь наверное мясо будет и вино но вина вам не обещаю, что покажу но мясо думаю покажу Эль Кастильо называется не знаю, может километров 5-10 в богатыни очень далеко на север если ехать в общем это оказался один из самых дорогих ресторанов в Колумбии в которых я когда-либо был вот такой стейк салат клубничный фреш и бокал аргентинского мальбека мне обошелся примерно где-то 17-20 долларов на местные деньги мясо обалденно вкусное чуть-чуть жестковатое но очень вкусное и аргентинский мальбека вообще тоже очень вкусное офигенно так что надеюсь вы простите меня бокал вина за рулем и пожелаете приятного аппетита так что скоро увидимся в общем еду к первой точке нашей сегодняшнего дня озеро Агвавита вот такая вот дорога уже наверное последних килаторов 5 еду очень медленно дорога вся разбитая еле-еле могут разъехаться две машины вот как-то так называется Лагуна де Агвавита сейчас расскажу про него подробнее когда буду стоять возле озера все по-моему приехали уже дальше тупик супер в общем приехал я на это озеро оно закрыто никого не пускают я не понял правда почему но читаем по-испански верно я не понимаю ладно, приеду с группой потом сюда если будет открыто я вам покажу обязательно сделаю вставку в видео в общем на остановке есть продают вот такие десерты хочу купить попробовать что-нибудь привет привет сколько стоит это 3.4500 и 2.500 ок, а это? один пожалуйста клубника со сливками прикольно если вы думаете что на газоне паркуются только в России вы ошибаетесь вот в Колумбии тоже на газонах все паркуются сейчас приехал в такой вот маленький городок блин вылетел из года как он называется Зиппакира Зиппакуя что-то такое как-то что-то связанное с Зиппакурой вот такой маленький городок здесь находится соляной собор наверняка у вас возник вопрос что за соляной собор сейчас все покажу не надо перематывать мы с вами находимся в самом большом соборе подземном соляном соборе он полностью выдолблен в бывших соляных шахтах руками, кирками и динамитом никакой техники, только ручная работа этот собор создавали 126 человек со всего мира они все работали бесплатно на протяжении трех лет все здесь так или иначе имеет отношение к религии к Богу это католический собор между прочим который строился создавался если хотите с 92 по 95 год общая площадь общая площадь больше 9500 квадратных метров общая площадь собора раньше в Колумбии был другой соляной собор но при окончании работ когда уже заканчивали создание того собора произошел несчастный случай подземные воды грунтовые воды начали размывать в одном из мест и он просто стал опасным для посещений и тогда директор того предприятия решил что он все равно хочет закончить начатое и сделал этот собор начал создавать этот собор этот собор почти в два раза больше того недостроенного это отличное подтверждение тому что нет ничего невозможного если ты поставил перед собой цель и если эта цель действительно крутая то весь мир будет помогать тебе как было с этими рабочими в конце так полагается любому туристическому месту это шокинг-центр как называет его гид это наш мол здесь вы можете купить золото такие свечки крестики в общем поделки сувениры не только сувениры этого места просто сувениры из колумбии сейчас мы пойдем в шахту добывать соль выдали шлемаки всем с фонариком сейчас будут кирки кирку и пойдем фигарить вот так я устроился работать соляную шахту и буду добывать соль себе на память до чего дошел программ как раз люди сами платят деньги за то чтобы постучать кирками чтобы добывать соль чтобы попасть в шахту и добывать соль представляете вам прогрессивное человечество помимо работы кирками также шахты взрывают динамитом сначала продолбливают отверстия потом вставляют шашки запечатывают их и с помощью детонатора взрывают вот так вот это все выглядит сам детонатор выглядит вот так вот внутри динамо машина этой коробки ты его раскручиваешь появляется электрический ток ты замыкаешь цепь динамит взрывается в общем у нас привели на место где сейчас будет происходить здесь рабы уже начали добывать соль сейчас наша очередь будет все что мы добудем здесь все пойдет нам ну все в личную корню каждого помимо соли здесь также есть капляне угля попадается перить вот за пару минут мой улов соль уголь небольшой кусочек перита это можно взять с собой на память это все выброшу возьму только кусочек соли каменная соль прикольно и